Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Очень многие огородники увлечены выращиванием тыквенных растений. Арбузы, дыни, конечно же, тыквы и кабачки. Кабачки одни из моих любимых овощей, хотя большинство увлечено огурцами среди тыквенных растений, но я все-таки гораздо больше люблю кабачки. Сразу много, сразу много блюд можно приготовить и очень-очень полезные, к тому же очень красиво растут. На этом участке у меня целое поле тыквы и кабачков. Откровенно говоря, я их посеял сюда для того, чтобы немножечко приглушить сорняки, ведь этот участок абсолютно новый, целинный. В прошлом году здесь была еще вот такая вот сныть огромная. И вот чтобы немножко здесь эти сорняки приглушить, я использовал старинный, известный, хороший метод посадить тыквы и кабачки. Они вполне конкурентоспособны, как видите, бушуют. Однако же за этим бушеванием иногда можно немножко недосчитаться урожая. Как у всех, ну по крайней мере у большинства культивируемых тыквенных растений, у кабачка имеются мужские и женские цветки. Вроде бы мы ждем, ждем, ждем урожай, что же делать, однако же видим сплошные-сплошные пустоцветы. При этом очень многие блогеры для того, чтобы увеличить количество женских цветков, рекомендуют удалять вот эти самые пустоцветы. Ну то есть мужские цветки. Мужские цветки источник пыльцы, без них плоды не образуются, но иногда их бывает слишком много. А нам все-таки хочется получить, ну хотя бы относительно, но ранний урожай. И побольше. Что же делать? Ни в коем случае нельзя удалять мужские цветки. Это большая ошибка, мы уже говорили об этом на канале про цветок. И говорили о разных способах увеличения доли женских цветков у тыквенных растений, в том числе и у огурца. Ну у таких может быть старорежимных сортов, то что все в основном современные сорта огурца, гибридные, они все женского типа. Вот у кабачка гибриды женского типа цветения еще очень-очень редкие, а уж тем более партенокарпики. Как бы там ни было, есть способы, касающиеся подкормок и обработок различными веществами, но есть очень простой способ, который не потребует от вас ни удобрений, ни химии, ни опрыскиваний, ни поливов, ничего такого. Он настолько же прост, насколько и помогает нам также избежать очень опасной болезни кабачка, которая называется настоящая мучнистая роса. Дело в том, что иногда кабачок, особенно у рачительных хозяев, огородников, уходит в такую острую вегетативную фазу, наращивает очень большое количество листьев. И к моменту цветения многие из этих листьев находятся под пологом уже молодых вот этих вот листочков, и также они касаются земли. И есть очень простой способ. Это сделать небольшой стресс удалить эти самые нижние листья. За один раз ни в коем случае нельзя удалять более 1 четвертой количества листьев. Это больше, чем в подобных случаях мы делаем у томатов удаление листьев. Однако же нам нужно здесь вызвать стресс, который приведет к большому образованию женских цветков. Поэтому все просто берем и обрезаем. Обрезаем, не жалея, вот эти самые листья. Кроме того, касаясь земли, они являются проводниками болезни. Конечно, здорово, если у кого-то есть мульча, и эта мульча является очень хорошей защитой, в том числе от настоящей мучнистой росы, ведь она сохраняется в почве. Но мне на таком участке, откровенно говоря, мульчу постелить достаточно сложно. Поэтому вот эти нижние листья станут проводником этих самых болезней. Поэтому я их не жалею, удаляю. И, ну, не просто я их выброшу, конечно, выброшу сейчас из кадра, а сделаю из них хорошую травяную бродилку, или же уложу в компост, потому что они вполне хорошо закомпостируются, признаков болезни на них нет. Будет много женских цветков, будет здоровая бахча здесь у меня такая, и будет много-много вкусных и полезных кабачков. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова